Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Экстренные службы контролируют 20 ситуаций в 11 городах и районах. Вода зашла на придомовые территории. Подтоплено 1500 садовых участков, 4 моста и некоторые дороги. На реке Белой в районе Уфы уровень воды достиг 400 сантиметров и сегодня поднимется еще на 3 сантиметра, прогнозируют специалисты. Местами вода вышла на пойму, но до неблагоприятного уровня более 1 метра. Затопление новых садовых территорий не ожидается. На контроле находятся 6 потопленных участков дорог в Демском, Кировском и Ленинском районах. Подтопление территории 3 СНТ в Демском районе. Вода зашла на кооперативную поляну, где подтоплено 4 придомовых участка. Резкого подъема рек мы не ожидаем. К слову, на данный момент река Дема пошла на спад, а Уфинка и Белая не достигли прогнозных значений. В местах, где вода уходит, спасатели рекомендуют жителям позаботиться о безопасности питьевой воды и сделать анализ. Если подтопило дом, необходимо просушить помещение, продезинфицировать посуду и белье. Включать электричество и зажигать спички сразу нельзя, так как могла произойти утечка газа. В Башкортостане нашли еще один источник пополнения Дорожного фонда. Свою лепту внесут владельцы большегрузов, сообщили в Госсобрании республики. Соответствующий законопроект Президиум регионального парламента внес на рассмотрение депутатов. Деньги, полученные в качестве возмещения ущерба дорогам регионального и межмуниципального значения, направят на их ремонт и в целом на развитие инфраструктуры. По оценке Министерства транспорта и дорожного хозяйства, размер отчислений может составлять более 1 миллиарда рублей в год. Штрафы с водителей фуру будут зачислять в Дорожный фонд, за исключением той части, которая идет в местные бюджеты. Все отчисления будут идти в Дорожный фонд, а также штрафы, которые связаны с несоответствием разрешенного угроза, с тем, который есть в реальности. Это уже достаточно большая сумма. Насчет этого будет еще один источник пополнения Дорожного фонда. Ранее в Митрансе Башкортостана сообщили, что на ремонт и строительство дорог в этом году направят почти 31 миллиард рублей. Из них 3,5 миллиарда выделил федеральный центр. Планируется реконструкция Бельского моста в Стерлитамаке и строительство дороги в обход села Толбазы в Аургазинском районе. Также разработают проекты строительства обхода чешмов и реконструкции мостам через реку Быстрый Танып на дороге Уфа-Бирск-Янау. За счет средств федерального бюджета в этом году приступят к реализации двух проектов в Бураевском и Кармаскалинском районах. Это реконструкция дорог, ведущих к деревням Мамады и Варшавка. Ремонтом охватят более 1 тысячи километров дорог и 8 мостов протяженностью в полкилометра. Аграрии республики за первый квартал года приобрели 325 единиц сельскохозяйственной техники на 1,5 миллиарда рублей. Парк пополнили 56 тракторов, 21 зерноуборочный комбайн, более 80 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и другой техники, сообщили в Минсельхозе. Благодаря обновлению агропарка продолжительность сева за последние три года сократилась на 3-4 дня. На весенние полевые работы в этом году выйдут 11 тысяч почвообрабатывающих и 5 тысяч посевных агрегатов. В Башкортостане действует региональная программа обновления технического парка. По ней аграриям возмещают до половины затрат на приобретение сельхозтехники. И вот за последние пять лет сельхозпроизводителям выплатили 7 миллиардов 200 миллионов рублей субсидий. Весенние полевые работы в Башкортостане стартовали практически во всех районах. Аграрии удобряют озимые культуры и многолетние травы. Закрытие влаги ведут сельхозпредприятия 45 районов. Три боксера из Башкортостана завоевали золото в своих весовых категориях в ночи чемпионов IBA. Соревнования прошли в эти выходные во Дворце спорта. Чемпионом Европы по версии IBA стал Артур Субханкулов. Он одержал победу в бою с Джеймсом Череджи из Румынии. В медиавзвешивании участников турнира участвовал премьер-министр правительства, президент Федерации бокса в Башкортостане Андрей Назаров. Он подчеркнул, что в регионе планомерно поддерживают развитие спорта. В преддверии ночи чемпионов IBA заложили первый камень для строительства Центра прогресса бокса и Академии тенниса. Это будет современный комплекс на тысячу зрителей. На площадке оборудуют шесть рингов и шесть крытых кортов. Бокс это не только сила, это мужество, расчетливость, хладнокровие, в конце концов стратегическое мышление. И мы в этом году осенью проведем кубок на кубок президента. Международный турнир на кубок президента. С участием самого президента Владимира Путина. Поздравляю всех. Всего боксом в Башкортостане профессионально занимаются более 4 тысяч человек. В республике 500 кандидатов в мастера спорта России, 23 мастера спорта России, а также 2 мастера спорта России международного класса по боксу. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК. Субтитры подогнал «Симон»